ой выравниваем да не идет он за ручкой а я я я о как получилось здравствуйте уважаемые любители летных видов спорта у нас очередной вылет очередная история и сегодняшняя история посмотрите с кем я думаю кое-как залез кое-как залез канал аника я смотрел в момент пандемии вот сидела там у себя дома в лоботях пытался настроить аппаратуру джампер т-16 у которой глючились шлейфы и смотрел читал смотрел читал так с ним познакомился а потом по сути два позитивных блогера вот аник и саша айру мне больше нравится именно потому что делают видео с душой что я больше ценю когда человек прям горит тем что делает и сегодня мы экспериментируем я думаю что попробуем отснять как получается управлять планером человеку который привык летать по визуально по очкам вот как это получится как это будет выглядеть ты готов я целом готов я не думаю что здесь будет кардинально что-то отличие но надеюсь что вернемся на землю мимо земли никогда еще никто не пролетал аккуратненько дотягивайся до фонаря и постарайся его не брямкнуть потихонечку не спеша так теперь я защелкиваю замки теперь ты тоже ручки белые вперед с левой форточка у нее есть пупочка вот это да толкаешь вперед форточку хорошо и открываешь флажок самую маленькую форточку на подачу воздуха так готов пристегнут все удобно ничего не мешает настроение хорошее да все в порядке отлично 11 литров топлива у нас достаточно снимают с тормоза двигатель проверяю что у меня все в порядке закрыла в нужном положении все хорошо от винта запускаюсь о запел верный ванкель сейчас немножечко прогреем и поедем ты когда-нибудь летал на этих самолете как с двс нет нет у меня в юности в 2 когда мне было 14 у меня был замечательный самолетик в к 17 двигатели я мешал все это топливо с касторовым маслом и прочее говнище романтика я теперь когда я чувствую запах касторового масла когда кто-нибудь летает то прям я весь пребываю в восторге от этого знаешь такая ностальгия детства масло здесь подается специальным насосом как на скутерах смешивается в процессе ну камеру нас сегодня так смотри начинаем взлетать ветер боковой будет пытаться стащить полосы влево не пугайся если прерву взлет то есть мы можем сегодня не с первого раза взлетите со второго я специально немножко бачком поставил сейчас планер как раз меньше шансов что его сдует боковиком ветер в принципе умеренный то есть к жести быть не должно но короче готов я тебе доверяю на роли все так вот так проверяю 44 градуса температура двигателя сейчас прожгу свечи падение оборотов нормально нормально все сэр лоботинди виктор добуляш пистон орд доложился и погнали сейчас левое крыло пытаясь правое крыло поднять она пока к земле все подвелось чуть-чуть тащить вправду влево но нормально достаточно педали мне хватает пока все скорость растет 7 100 обороты двигателя норма скорость 80 еще мало скорость 90 можно отрываться на асфальт еще есть я просто люблю разогнаться по асфальту поэнергичнее и потом вот перестановкой закрылка поднять планер воздух все на скорости 100 километров в час потихонечку начинаем набирать сейчас попадем в градиент наверное ну да вот сейчас попали в градиент это изменение ветра с высотой полочка все 7500 высота 40 метров сейчас 50 получим можно шасси прибрать меньше сопротивления будет все ну и сейчас уменьшаю обороты двигателя дабы вынасиловать его вот у тебя еще где-то показана температура 85 а это чего воздух за турбиной за ротором то есть понял ротор в ангеле охлаждается по продукте воздуха ну и возвращаемся к склону на котором у нас шикарные кадры за них я могу пить в электричество это уже нарушение правил визуальных полетов как бы ладно пока ну если хочешь я пока снимать с ней больше не снимай лучше потом если что так ну не могу я просто все охлаждаем воздух кокрый класс я вырубил движок потому что все таки перебор ооо там озеро прямо в горе а педали потягивать когда скажешь потом давай долетим до того места где мы можем немножечко все можно наушники снимать ну что ж друзья мы не смогли использовать читерский метод и выбраться волну слишком высокая влажность практически отсутствуют дырочки поэтому мы сейчас я посмотрю ветер текущий смотри какая шикарная погода там где солнышко светит но сейчас мы туда слетаем видите друзья мы успели взлететь до прихода зоны осадков и зона осадков такая ядреная и нету видимости нету просвета поэтому мы решили слиться по ветру на следующую горку с инжини оттуда попробуем слиться на горку шабар и на горке шабар я вижу что есть уже более широкие просветы между облаков я думаю ты мы там найдем дырочку через который выбраться выше облаков ну что ж ребят мы уже в воздухе давайте фокус подстроить да это невероятно такое ощущение непередаваемое то есть то что мы с вами там летаем на наших самолетах это конечно все классно но с настоящим по-русски то планером но настоящим планером это не сравнится то что мы с вами недавно смотрели огромный планер там два метра это конечно все круто дало какие-то базовые понимания и все это механики работы и таких больших самолетов но здесь кажется совсем другой правда сегодня погоды такая еще серединка наполовину судя по всему тучками заволокло там поэтому летим сейчас куда-то туда это я правильно понимаю что Средиземное море видно нет до него еще одно именно в том направлении до него 150 километров вы можете если на 5 по 700 залезем то оттуда увидимся просто отсюда вот тогда вот это озеро да впереди это не озеро это канал река дюранс просто как будто туда уже километров сто не 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 вот до конца долины где ты видишь просвет в горах до всего лишь 30 километров всего окей ну сверху а явно выглядит это все немножко иначе ребята вот все кто хотел полетать в облаках но вот есть прекрасная возможность игорь ты там еще учеников то берешь как сказать желающих очень много полетать со мной но я летаю с друзьями официально потому что я не 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 занимаюсь коммерческими полетами однако если люди душой к планеризму например участвует проектах по созданию старинного планера 2 еще что-нибудь то конечно мы летаем вместе я имею на это полное право вот но я не хочу становиться коммерческим инструктором потому что нет это слишком много геморроя поэтому я свободный человек который летает как хочет с кем хочет зачем хочет куда хочет чего так вот вы ценим ценим свободу окей ты пишешь сейчас нет а надо а ты включить я вас или мы выше облачности мы настоящий волну сейчас входит как бы круто на самом деле я сейчас я сам пишу и тебе советую смотри видишь облако впереди перед ним стоит сильная зона подъема вот это такими вихрями хребет перед нами плюется посмотри сейчас раз и будет метра три оп я торможу планер ну насчет трех обманул 2 смотри вот ну вот 2 2 выдаем желаемое за действительное но между тем мы лезем вверх и лезем вверх выше облачности что часто вселяет в людей ну такое неудумение как же потоки же упираются в облака нет друзья потоки бывают и волновые вот ваннику повезло видимо хорошо себя ведет в жизни кушать так сказать и так далее карму не портит и видите вот он с первого раза и волну я правильно понимаю что здесь у нас пока что высота уже почти два километра до высота два километра но аэродром отсчет высоты идет от уровня моря в горах всегда так никогда не ставит уровень аэродрома поэтому мы сейчас да потихонечку лезем и моя цель конечно залезть еще повыше ну так с переменным успехом и конечно лезем но красиво безусловно красиво сила ветра сейчас 65 километров в час чтобы ты понимал как сифонит я помню как твою модель сдуло эпически как вы ее нашли для меня до сих пор загадка это я на сам не знаю потому что это было скорее удачи чем согласен да я потом посмотрел логи с полетного контроллера если я правильно посчитал там скорость ветра было больше 200 километров в час здесь бывали ветры 150 или там ну 200 потому что он летел с полным газом задом 150 километров в час а полный газ у него примерно 100 километров слушай ну кругу почти 250 если правильно посчитали ух какой кадр ты можешь форточку открыть немножечко чтобы да я справа снимаю потея у тебя не потеет фонарь нет я не пью нет я скажу что я вчера тоже мы его суббили но под 50 грамм какой-то привезенной из норвегии ну вот почему я тебя звал за утренним полетом потому что вот эти кадры ты понимаешь не снять было бы днем днем это будет выглядеть по-другому и опять же не было бы вот этого экшена и мы потихонечку лезем выше видишь я не скажу что этот поток сильный то есть я вижу так играю на этой волне чуть влево чуть право но она есть совершенно нетипичной позиции у нее но есть хочешь взять управление чуть-чуть ну давай подарки подчинуть забирай ручку да постарайся скорость удержать хорошо как считай как это как стик большой приковано друзья первый раз вот нормально я видите занят блогер занят пытается камеру наладить черт надо было уже давно и за бортом держать сейчас ну родная давай включайся так есть карточка пустая пустая все если я куда-то не туда полечу ты не скажешь да если даже ты стопор сделаешь ничего страшного тут везде куда не полетишь везде прикольно так о какие кадры анбеливи был ух смотри там внизу немножко радуга слева а скорее волков скорее камера пошла все за бортом за бортом да но я пока выматываю веревку насколько длина троса ну я метров 30 вымотаю более-менее оптимально влево чтобы облако не войти скорость чуть больше дай-ка ручку да у нас правило визуальных полетов не имея права входить в облако а я понял давай скорость 110 наверно так устойчиво будет вот такой курс час хорошо ручку камера за бортом снимает но можешь смело говорить что сейчас уже рулишь ты и те кто наблюдают могут посмотреть как управляет человек мы выше облаков какой кадр ты посмотри очень ярко очень ярко а вы в очках не летаете до особо я летаю в очках когда но я забываю всегда день не нужны были друзья мы выбрались выбрались уже в настоящую боевую волну и причем сильную двухметровую начинаем лезть вверх смотри вот сейчас у волна стоит перед вот этим вот большим облаком да то есть стенка облака можно считать как стенка склона она просто сейчас облако демаскирует волну так непонятно где она часто бывает а сейчас прям четко видно где же эта волна чтобы понимали как это выглядит вот так это выглядит анбеливи был анбеливи был скажи что-нибудь вау как тебе над облаками вид невероятный я так все это как бы видео знаешь но это ты смотришь обычно дома на компьютере уже потом либо в плохом качестве а здесь вот и вот глазами смотришь любую сторону в full hd так сказать очень круто да а а а и холод на руке друзья можно сказать рискуя остаться без лапы снимаем вам контент огонь что правило говорят по поводу того что руки высовывать в окно слушай да если придраться то я нарушаю все что можно ну то есть руки в окно бросаю управление там но с другой стороны смотри вот сейчас ты управляешь нет я управляю нет вот вот мои ручки я в ладоши хлопаю планер летит сбалансированный прекрасно то сейчас он вот принцесса сама решила сделать левый вираж и когда говорят ой устойчивая конструкция сейчас вот вот уходит глубокую спираль вот сейчас уже надо вмешаться поднять нос и так далее но огромное количество времени есть и если например ее сбалансированно поставить спираль вот я опять все выставил ее она стоит в волне возмущение практически нет закрыл очки опять переставлю скорость будет поменьше все мы летим ковыляя во мгле все хорошо скажи мне пожалуйста вот эта кнопочка вот здесь вот для чего она нужна прямо посерединке металлическая на центре стика а это радио мы можем сейчас вызвать диспетчера какой-нибудь запросить воздушное пространство для нас более высокое но я этого не люблю делать почему потому что ну надо потом общаться отменять что-то ну короче я радио молчу и я люблю летать там где разрешено без всякого диспетчера то есть у нас здесь есть зоны где можно просто подняться на большую высоту никак никуда не там не звоня не заявляясь вот я такие зоны и люблю но и бывали случаи когда нужно было связаться например пролететь через чью-то зону тогда там вызываешь и докладывай что ты хочешь сделать сдул у нас волны я увлекся полетом по ветру я сейчас увеличиваю скорость разгонимся сейчас на 200 куш-ка закладывай ну и смотри сейчас можно вот так раз и перепрыгнуть облако У-у-у У-у-у И с криком Мегегегегегей Вот эти перегрузочки прикольные Мой, стрепитель Сколько? 220 Это просто невероятно Какая красота Ну возьми ручку, погоняй Отдал управление Окей Что делать-то? Пока так и лети как хочешь Генеральное направление Вот такое Невероятно, ребята И сейчас левый вираж Влево поворачивай Скорость больше 200 не надо 200 хватит И продолжай влево, чуть больше крен Еще крен, хорошо И влево 90 градусов поворот Убирай крен Ну отлично, ты даже координированно Повороты делаешь, педали идеально На самом деле Это не то, что я сильно стараюсь похвалить Круто, то есть педали обычно поймать Народ трудом может сразу Ты не забывай, что я еще и пианист Работа с педалями у меня Влево 45 Будем знать, что помогает И убирай крен По прямой мы должны Вот эту облачность перепрыгнуть Скорость? Ну, 180 Чуть правее возьму? Давай, конечно Чтоб не врезаться в облако Ну, мне тебя учить нечему Друзья, на полном серьезе То есть, как бы вы Вы все видите Вот, ручки-то они вот и нигде И классно летит Знаешь, что осталось? Да Осталось лицензию сделать официально, чтобы гонять Убирай крен Вот в эту дырочку Ага, я думаю А как вообще работает здесь на тросах Пневматика Это все Тяги? Да Только руль направления на тросиках А так тяги везде Окей Потому что местами чувствуется прям хорошее такое сопротивление Ну, скорость-то, извините, тоже высокая Да Сейчас перепрыгнем с облака Будет волна Полезем дальше вверх Надо забраться повыше Ну, зараза И нету Ну, в конце концов, с точки зрения контента Гоним, мы все сделали Да, я сейчас еще для инстаграма пару кадров на телефон сниму Бигать Ух, ребят Какой же это кайф Отсюда ручку Низковата скорость, да Стой, держи, нормально будет Я просто пока телефон смотрел Проморгал немножко скорость Все, передаю ручку Ага Выше облаков Тебе привет передают Саша и Ру А, Сашке, да Негавно передавать Передадим Да Хороший парнишка такой идейный мне вот говорю нравится когда люди делают с душой то есть я все что говорю на камеру никогда стараюсь не говорить не кривить душой но это правильно потому что собственно это некий залог того что все будет правильно да слушай мы попали вот тут то в чем мы сейчас летали это был всплеск то есть это вот как-то жахту а нас выкинуло на 2400 и вот это вот нам прям реально повезло выше выше не факт что мы залезем сейчас я просто щупаю все не было насколько я понимаю выше облаков целый планераты не летают летают вполне мы можем вот если все будет хорошо мы можем на 5 800 забраться как вы видите можем позволить себе забраться на высоту 5800 метров больше не можем airspace запресное воздушное пространство но некоторые говорят что там небесный отверх об который можно удариться может быть и так а кто его знает мы заберемся не переживай просто сейчас сожалению очень воздушная масса нестабильная вот эти облака которые запускаются в них же происходит постоянно процесс конденсации и при конденсации нарушается геометрия волны как таковой и это все вот знаешь как волны в каком-то заливе хаос иногда возникает бывает когда волны идут постоянно одинаково бывает когда такой какой-то хаос кто-то так плюс нет то всяк плюс нет вот и у нас примерно то же самое сейчас я опять нашел зону подъема но она слабоват слабоватая да но другого нету ничего а ты прям нормально ориентируешься да здесь потому что я вот сейчас уже например лево снизу 90 аэродром вот все в одной и той же точке примерно болтаем чем я в этой точке прощупал уже кучу всего кучу всяких вот этих вот мест где может быть подъем а а бывает ли у тебя случай например когда ты ну вот на своем аэродроме взлетел далеко отлетел и заблудился а вернуться никак и ты сейчас на другом аэродроме бывало мало того бывает не на аэродроме на поляне не но на поляне то это да это типа аварийная спасатка а так чтобы воду она не аварийна это для планера это нормальная ситуация бывало садились мы в барсалан этих приземлялись в африке я попал в жуткий шторм ураган сначала пылевую бурю а потом была гроза мощнейшая мы приземлились аэродром свалу причем аэродром олигархов то есть это чтобы ты понимал ночь в номере стоит 3800 евро мы приземлились и доложили что emergency landing по метеоусловиям приняли что мы там чуть ли планер не разбили и я потом долго доказывал что имею право взлететь потому что была посадка просто плохим метеоусловием но зато нам обеспечили на аэродроме и хлеб и соль и бесплатное жилье то есть я сначала читал думал хватит ли мне денег рассчитаться у нас разместили с персоналом персонал был в диком восторге очень позитивно полете получился он радуга на наша гала на пони облако на 10 часов 10 часов он слева а вот такая о господи ну смотри мы все еще поднимаемся уже 2600 почти я же видишь тоже не нет и не зря хлеб кушаю но я согласен я пытаюсь держаться гарнизу он красиво озеро как отсвечивает мне очень нравится как-то плавно рулишь ну да потому что ты так энергично фигачил это нормально мне кажется то все так ошибается начать да так вот у нас знаешь куст у нас проблема у нас видишь блокируется впереди облака выросла и нас выдало о какой тень красиво ага так включая горизонт как бы не заблудиться обычно исходить не имею права скорость 200 будем куда-нибудь нырять вот смотри в слева кадр вот подныриваем под облака а с чем связаны запреты то что без видимости летать запрещено потому что у меня лицензия на полеты по прайзам визуального контроля я могу на этот планер поставить авионику другую но это другая лицензия грубо говоря это столько геморроя что смысла никакого не имеет я понял то есть я это умею делать если надо но смотри опять солнце исчезло в нашей долине да веселенький полетик с эффектами видишь я под облака опустился пробиваюсь вперед чтобы через щель опять подняться вверх а от щели я пока не вижу только влево если уйти ну да а нам надо вправо но нам надо прямо на самом деле волна стояла вот прямо по курсу повторюсь что эти облака работают видишь очень интересно то дают щели дают волну то вот так вот затянуло буратиный высота 2 200 уже надо понимать что ветерочек я тебе сейчас скажу 90 километров в час да сейчас дует направление северо-запад где но у меня такого паса тут не этот где он северо-запад мы сейчас летим курсом на как раз против или строго против ветра а вот так ветер и дует вот волна как туда вылезти непонятно ну тут слишком мало места слишком мало места это турбулентность но сейчас штормит на 3 балла из 10 если честно я как бы вот даже до каких-нибудь американских гор как бывают максимально редко по для меня это весьма необычно ну вот смотри чуть-чуть ну чуть-чуть подняла но опять фигня идем дальше вот слева я вижу характерное завихрение минус 5 метров в секунду мало мы мы добыли сейчас да а вот плюсик а как замеряет это по барометру или что там там ски 3 система сзади нас стоит так называемая трубка никса хитро разрезанный цилиндрик который считает не только высоту набранную но и энергию то есть если я сейчас сбрасываю скорость обычный бавриометр зашкалило а этот показывает что мы нифига не набираем чуть-чуть бы повыше нам оказаться не хочется мне опускаться вниз вниз просто нас будет утюжить метелить бить мой смотри боком летим до ветерок это не слабость как говоришь 90 км в час 87 километров в час 315 градусов показывает элемент хоррора посмотрите нас поливает осадками сальником он меняет батарейку в камере камеру в батарейке радуга о смотри огонь а я снимаю контент огонь пока он меняет ать твою мать вам кусочек радуги вот это наш населенный пункт где мы живем лопатим от силе он крыло показывает на аэродром крыло все у нас в осадках главное обледенение не поймать вроде без обледенения пока главное в радугу не врезаться это же когда летал с радугами мне один человек задал вопрос игорь почему вы не догнали радугу я говорю как это догнали ну причем взрослый человек образованный вроде как наверное вы так если вы полетели вы могли до нее долететь это невозможно если я сейчас не смогу на этом склоне удержаться что с некоторой долей вероятности нам придется рвать когти на посадку мы потом еще полетаем но как бы я не готов продолжать в таком же духе высота небольшая не но тут даже избыточный уровень турбулентности подходит зона осадков если такой накроет аэродром то я и приземлиться не смогу если видимости не будет до земли а такое может быть сейчас какая пурга придет а я человек который как бы штопим за безопасность вот это ребята из пиви конечно как говорится first person view от первого лица так вон от первого лица а не то что мы там с камерами все дела ну ой ёп все давай-ка знаю что от греха подальше все таки пойдем на посадку перебор по погоде это реальный перебор снимай радугу добирали о будем прям приземляться в радугу красота давай у друзья но это реальный боевой контент огонь снимаю радугу над собственным домом и иду приземляться ибо достиг предела своих возможностей шасси выпущено ты сейчас то метров сейчас давай пройдем над колдуном тут понимаешь проблема в чем у нас уровень турбулентности избыточный сейчас посадка будет сложный не за того что у нас высоты нет или еще что-то из-за того что ветер действительно сильный сейчас 50 км в час на этой высоте вроде как не так страшно но очень сильно трясет да и колдун посмотри под 45 почти под 60 градусов то есть мы погнали отлично тормозят да более чем ну что в радугу главное засняли красиво контент действительно как это с кем поведешься того и наберешься делаю разворот по ветру и доклад серло в один директор downwind planet north а на каком-то поэтому это передаешь в эфир downwind по ветру у меня такой английский что да а посадка на север ох ты ж блин как я приезжала но тут на самом деле вот сядем в первого раза или на посадку какой с первого раза у планеры не бывает второго подвожу к земле потихоньку подять козла сделали какого коль все там располни как раз от него отскакиваешь если неправильно что-то сделать но она даже на посадке у тебя блага это 110 120 ну потому что очень сильно трясет то есть меня перед переставляла по высоте я почему козла сделал слишком высокая скорость но уже близко к земле меня чуть проследила мы коснулись сразу отпрыгнули так так весело если бы мне сказали волков взлетай сейчас дебилы вообще такую погоду не летают что скажешь я честно говоря пока что в шоке да я вылезу потом выскажу свое мнение давай так подожди это парашют его дергать не надо не надо прошу спокойно только слушай мы сейчас уже никуда не спешим мы нормально приземлились на аэродроме больше кроме нас никто не летает поэтому все хорошо фу ну коллега как я бы сказал это 10 из 10 но мы с тобой еще повторим потому что мы можем да обязательно так я предлагаю закатить планер поехать позавтракать потому что я не готов летать дальше иногда крайне важно принять решение не летать дар чуть я какого-то явно присутствует посмотрите пошел снег сейчас о какая метель вот в это я приземлиться бы уже точно не смог никаких шансов друзья это все это ку-ку посадка на каком-нибудь соседнем аэродроме и приключения а совсем недавно светило солнце радуги посмотрите не видимости нет практически до уровня земли вот хлопья снега вот какая-то гадость летящая мы лучше займемся и модернизмом пойдем собирать дальше планер мелкий трехметровый ой выравниваем да не идет он за ручкой а я я я я о вот смотри сейчас на себя он в случае опустил нос как так получилось